ДИАЛОГ Хотите выглядеть не только модно, но и экспрессивно? Спросите Джона Гальяну. Удивительная коллекция потрясла Париж. НАТО будет искать диалога с Россией, чтобы избежать ухудшения отношений. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите Альянса в Варшаве. Глава Североатлантического блока подчеркнул, что не хочет новой холодной войны. «Холодная война – это уже история, и она должна оставаться историей. Мы будем продолжать искать конструктивный и содержательный диалог с Россией, чтобы рассеять любые недоразумения и уменьшить риск военных конфликтов. Россия – наш самый большой сосед и является неотъемлемой частью европейской безопасности. Таким образом, поддержание диалога имеет очень важное значение». По словам Столтенберга, в Варшаве будет принято решение о начале работы батальонов НАТО на границах Альянса. Кроме того, генсек НАТО прояснил позицию Великобритании в Альянсе после Брексит. «Мы разделяем общие ценности и интересы, и мы сталкиваемся с общими угрозами. В то время как Брексит изменит отношения Великобритании с Европейским Союзом, это не изменит лидирующие позиции Великобритании в рамках НАТО. Единство и сотрудничество между НАТО и ЕС остается таким же важным, как и прежде». «Напомним, саммит НАТО начался в Варшаве сегодня. Встреча проходит на фоне ухудшения отношений с Россией из-за агрессии против Украины, а также террористических угроз со стороны исламистов». Кнутом и пряником министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен поддержала стратегию силы и диалога НАТО в отношении России. Фон дер Ляйен заявила, что Запад видит двуликую Россию. С одной стороны, страну, которая совершает агрессивные маневры. С другой стороны, страну-партнера в решении мировых проблем. «Мы также видим, что Россия сотрудничает с нами, например, когда мы ведем переговоры с Ираном или когда мы вместе в Совбеде стремимся пресечь торговлю оружием в Ливии. Поэтому правильным является последовательно и спокойно придерживаться двойной стратегии НАТО в отношении России, позиции силы и диалога с Россией», — сказала фон дер Ляйен в интервью телеканалу «ЦДФ». Ранее такой же подход обозначали представители действующей администрации США, в частности, глава Пентагона Эштон Картер, который называл его сильным и сбалансированным. Картер пояснял, что необходимо сдерживать российскую агрессию, но при этом сотрудничать в тех сферах безопасности, где это представляет взаимный интерес. В Москве такую политику НАТО и США по сдерживанию России называют агрессивной и нарушающей баланс сил в Европе. Бундестаг начинает реформу Федеральной разведывательной службы Германии. Сегодня на повестке дня Нижняя палата немецкого парламента, правительственный законопроект, касающийся БНД. Правительство решило усилить контроль за разведкой после того, как Эдвард Сноуден предал огласке подробности нечистоплотной деятельности разведывательной службы. Так, в Берлине решили ограничить полномочия разведчиков. Закон предусматривает создание независимой комиссии в составе двух судей Федеральной судебной палаты и одного представителя Генеральной прокуратуры. Ведомство федерального канцлера, согласно проекту, будет обязано информировать эту тройку о щекотливых операциях БНД и получать разрешение на агентурную работу в странах ЕС и институтах Европейского Союза. Кроме того, комиссия получит право без предупреждения и в любое время получать доступ к так называемым «селекторам», ключевым словам и понятиям, с помощью которых БНД просеивает всемирную электронную коммуникацию в поиске рисков, представляющих угрозу для безопасности ФРГ. До сих пор такой поиск немецкая разведка могла вести по собственному усмотрению. Создается также должность парламентского постоянного уполномоченного по делам БНД в дополнение к контрольной комиссии Бундестага. В новом законе будет запрещен экономический шпионаж с целью извлечения конкурентных преимуществ для немецких фирм. Разрешение на сотрудничество и обмен данными с зарубежными спецслужбами будет выдаваться только в тех случаях, когда это необходимо для борьбы с международным терроризмом. Раз в год будет проходить публичный отчет директора БНД в упомянутой контрольной комиссии, которая обычно заседает только за закрытыми дверями. Представители оппозиции и немецкие правозащитники встретили законопроект в штыки. Они считают, что вместо ограничения полномочий БНД правительство ведет дело к их расширению. А вот репортеры без границ обратили внимание на отсутствие в правительственном законопроекте каких бы то ни было ограничений на шпионаж в отношении иностранных журналистов. Бундестаг принял спорный закон о проституции. Новый закон ужесточает правила регистрации секс-работниц и организации секс-заведений. Сторонники считают, что он будет лучше защищать женщин. Критики опасаются обратного эффекта. Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Мануэла Швезик заявляет, что благодаря новому закону передовики секс-индустрии получат лучшую защиту от насилия, эксплуатации и принуждения. По новым правилам, ночные бабочки в Германии будут обязаны раз в два года в обязательном порядке регистрироваться, а также раз в год проходить обязательный медосмотр. При этом друженицы в возрасте от 18 до 21 года будут это делать чаще. По словам Мануэла Швезик, вводимые обязанности предназначаются не для притеснения, а для защиты женщин, в том числе от принуждения к секс-работе. Кроме того, отныне владельцы бордели должны будут получать разрешение на свой бизнес и проходить специальную проверку на благонадежность. Вводятся более строгие правила для бордели, в частности о разделении рабочих и жилых помещений, а также запрет на так называемый секс-флетрейт. Услуги по принципу «все включено». За нарушение хозяевам заведения грозит штраф в 50 тысяч евро. Такую же сумму придется заплатить клиенту, нарушившему правило об обязательном использовании презерватива. Однако не все согласны с тем, что принятый закон способствует улучшению дел в сложно регулируемой отрасли легальных секс-услуг. Проститутки не будут регистрироваться, а в будущем станут работать нелегально, критикуют принятые положения Ули Шауфс из парламентской фракции «Зеленых». Ранее в Германии проходили акции протеста секс-работниц против закона о защите проституток. По мнению экспертов, закон может затруднить их работу, повлечь принудительную деанонимизацию и привести к закрытию секс-заведений. По разным оценкам ФРГ, секс-работой занимаются от 150 до 700 тысяч женщин. Больше всего беженцев в Германию в текущем году прибыло из Сирии, Афганистана и Ирана. В прошлом году в первую тройку стран-поставщиков беженцев входили Сирия, Албания и Сербия. Об этом сообщает Министерство внутренних дел ФРГ. С января по июнь этого года в Германию прибыло около 172 тысяч сирийцев, почти 61 тысяч афганцев, 56 с половиной тысяч граждан Ирака. Происхождение 12 тысяч мигрантов определено как невыясненное. Еще 12 тысяч человек прибыли из Ирана, а также были беженцы из Албании, Эритрии и Пакистана. Кроме того, в этот период было зафиксировано более 5 тысяч беженцев из Российской Федерации. В основном речь идет о выходцах из Чечни, сообщил глава МВД Томас Гамзиер. В прошлом году убежище в Германии искало почти вдвое меньше россиян – 2847 человек. По данным МВД Федеральной Республики Германия, в страну в прошлом году прибыли более 1 миллиона беженцев. В нынешнем году, после закрытия Балканского маршрута и договора с Турцией, их количество резко уменьшилось. В мае в Германии зафиксировали рекордно низкое количество беженцев – всего 4900 человек. Федеральное правительство выделит региональным властям дополнительно 6 миллиардов евро на интеграцию беженцев. Еще один миллиард евро могут выделить на жилье. Об этом предварительно договорились члены правительства и лидеры федеральных земель. После нескольких месяцев дебатов, переговоров и даже угроз правительства и региональной власти обсудили выделение дополнительных средств на интеграцию беженцев. Все 16 федеральных земель Германии требовали от Берлина выделить 8-9 миллиардов на реализацию нового закона об интеграции. Министр социальной политики Вольганг Шойбле категорически отказывал. В результате стороны все же пришли к компромиссу. Правительство в течение трех лет выделит землям 6 миллиардов евро по два в год. Еще один миллиард обещают выделить на жилье для мигрантов. После того, как стороны договорились, теперь уже города и муниципалитеты взывают к справедливости. Они требуют от региональных властей справедливого распределения средств на местах. Кровавое противостояние в Далласе. Пятеро полицейских погибли, шестеро раненые находятся в больнице. Накануне в районе Дела и Плаза во время митинга в защиту чернокожих неизвестные открыли огонь по полицейским. По данным местных властей, по стражам порядка стреляли два снайпера. Один из них вступил в перестрелку со спецназом, но был в итоге арестован. Еще один сдался сам. Всего полиция задержала четверых подозреваемых. По словам начальника полиции Дэвида Брауна, во время переговоров с полицией, один из преступников сообщил, что установил несколько взрывных устройств в центре города. Он сказал, конец близок, сказал, что будет больно убивать нас всех и что бомбы подложены повсюду. Сейчас мы проверяем эту информацию. Мы действуем осторожно, так как не хотим подвергать риску ни полицейских, ни всех остальных жителей города. Напомним, сотрудников полиции расстреляли накануне во время акции протеста. Они проходили в это время по всей стране. Тысячи людей вышли на улицы под лозунгом Black Lives Matter. Жизни черных имеют значение. Поводом для демонстрации стали два случая убийства полицейскими чернокожих. В сети появилось видео, на котором два белых полицейских стреляют в афроамериканца в городе Батон-Руж. 37-летний Элтон Стерлинг скончался от полученных огнестрельных ранений в грудь и спину. На следующий день в интернет выложили еще одно видео, на котором запечатлена гибель 32-летнего афроамериканца Филанду Кастиле в штате Миннесота. Его машину остановил патрульный для проверки документов. В этот момент рядом с ним была его девушка и четырехлетняя дочь. Полицейские четыре раза выстрелили в Кастиле в тот момент, когда он полез в карман за правами. Президент США Барак Обама назвал убийство афроамериканцев проблемой разумных людей в США. В прошлом году полицейские застрелили вдвое больше афроамериканцев, чем белых. Когда такое происходит, многие люди чувствуют, что к ним относятся по-другому из-за цвета их кожи. И это должно заботить всех нас. Это не проблема черных, не проблема испаноязычных. Это проблема всех разумных людей в Америке. Сейчас полиция Далласа ведет расследование. В городе действуют повышенные меры безопасности. Над центром города запрещены полеты. Тысячи корейцев пришли в пятницу утром на церемонию возложения цветов в годовщину смерти Ким Ирсена. Основатель КНДР скончался 22 года назад, 8 июля 1994 года. Люди возлагали цветы к его 25-метровой статуе на холме Мансуде перед музеем революции. Скульптуру великого вождя, таков официальный титул Ким Ирсена, установили еще при его жизни, в 70-х. Статуя его сына, Ким Чен Ира, появилась там сравнительно недавно, 4 года назад. Возле монумента можно было увидеть и корзину с цветами от Ким Чен Ина. Сам блистательный товарищ на церемонии замечен не был. Когда я пришла сюда и увидела статуи наших великих предводителей, я почувствовала, что мне их не хватает. Великодушные предводители, которые отдали свои жизни за наш народ, навсегда останутся в наших сердцах. Ким Ирсен правил КНДР около 50 лет после того, как некогда единая Корея была разделена на две части по 38-й параллели. Его считают основоположником идеи Чутьхи, официальной идеологии, по которой до сих пор живет 25-миллионная страна. Шесть человек получили ранения и травмы после ударов быков во время забегов в испанской Памблоне, которые проходят в рамках празднования Сан-Фермина. Состояние двоих пострадавших расценивается как тяжелое. Кроме того, еще 8 человек получили другие травмы во время забега, длившегося 5 минут 44 секунды. В общей сложности в больнице доставлено 14 человек. Это было полное безумие. Один бык пробежал весь путь от начала и развернулся в обратном направлении. Полиция закрыла ворота. Никто не смог спастись. Люди карабкались куда могли. И тут как раз бык вернулся. Меня он перебросил через себя. Я веду к тому, что я посещаю забеги уже 40 лет, но такого я еще не видел. Среди пострадавших туристов из ЮАР, Индии, США, Канады, Португалии, Великобритании и Испании немцы оказались самыми проворными. Торжества в честь покровителя Памблона и Навары Святого Фермина начались в испанской Памблоне 6 июля. Всего на праздники самыми знаменитыми из которых являются забеги быков по улицам приезжают до миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира. Жители Памблона отмечают Сан-Фермина уже 8 столетий. Город стал знаменитым на весь мир после публикации романа «И восходит солнце» Эрнеста Хемингуэя. Сам писатель, впервые побывав на празднике Сан-Фермина в 1923 году, регулярно его посещал до 1959 года. Забеги быков по улицам города длятся всего несколько минут, однако часто приводят к человеческим жертвам. В прошлом году во время забегов быков в различных испанских городах погибли 12 человек. В Берлине стартовал проект «Виртуалис концерт» – необычная инициатива немецких музыкантов совместно с местными властями. Виртуальный концерт можно услышать, находясь между рядами известного во всем мире памятника погибшим евреям Европы, между Бранденбургскими воротами и Потсдамской площадью. Для этого прямо на месте необходимо скачать и установить специальное приложение. На мемориале для всех посетителей работает Wi-Fi. Звук оркестра будет меняться в зависимости от местонахождения слушателя, а при перемещении какие-то звуки будут затихать, какие-то появятся снова. По словам Даниэля Янгирла, инициатора этого проекта, основная задача организаторов была в том, чтобы сохранить уникальность концерта для будущих поколений и напомнить всему миру о культуре памяти, о том, что даже самые страшные вещи надо помнить, для того, чтобы они никогда больше не повторились. На сайте виртуального концерта можно послушать специально подготовленное интро, но для того, чтобы услышать концерт целиком, необходимо находиться на самом мемориале. Первый концерт здесь прошел в 2008 году. Тогда 24 музыканта исполнили произведения Гарольда Вайса, расположившись между рядами памятника погибшим евреям Европы. Тогда мероприятие посетили 3000 человек. Посетители могли спокойно перемещаться по мемориалу и между музыкантами. В каждом новом месте музыка звучала по-разному. Это, пожалуй, самая эксцентричная коллекция «Мизон Марджелло» за последнее время. Осень-зима 2016, а если осень, значит дождь. Видимо, этим неоспоримым фактом отчасти Джон Гальяна и вдохновлялся. Скандальный модельер сотрудничает с бельгийским модным домом уже второй год, но только теперь, кажется, решился в полной мере показать себя. Гальяна любит шокировать, и не только словами. В 2011-м его с треском уволили из модного дома «Диор» за антисемитские высказывания. В новой коллекции много неожиданных материалов, например, ботфорты из резины, или вуаль в виде москитной сетки, или пальто из пластика. И тут же женственные платья с тончайшей вышивкой. Модельер прекрасно ориентируется в истории костюма, и его любимый период, очевидно, авангард. Эту коллекцию хочется разбирать по частям, крутить и разглядывать, но при этом вряд ли носить. Это логично. Представлена она на парижской неделе высокой моды, и там традиционно размышляют о костюмах. Они делают луки на каждый день. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Время. m-z.tv И на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова